Здравствуйте! В эфире новости. С вами Алмаз Ашим. Президент Казахстана провел ряд встреч. Во время беседы с министром юстиции Маратом Бекитаевым глава государства поручил повысить качество законопроектной работы правительства. В свою очередь, руководитель представительства президента в парламенте Бейбут Исабаев доложил о ходе рассмотрения законопроектов, направленных на реализацию ключевых положений предвыборной платформы и послания народу страны. Касым Жамартукаев обсудил развитие отдельных приграничных районов страны с членом Национального совета общественного доверия Ерланом Саировым. И также была рассмотрена ситуация с обеспечением многодетных семей жильем и предоставлением молодежи качественного образования. Глава государства принял еще одного участника нацсовета Мухтара Тайжана. Стороны затронули земельный вопрос, проблемы военно-патриотического воспитания, трудоустройства граждан, отбывших наказание за преступления. Другими темами во время беседы стали обеспечение жильем и работой жителей регионов, дорожное строительство и экологические проблемы. Сегодня же глава государства принял старшего министра, министра-координатора по вопросам национальной безопасности Сингапура Тео Чихина. Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы развития политического и торгово-экономического сотрудничества, а также взаимодействия в сфере цифровизации. Отметив дружественный характер двусторонних отношений, Касымжмар Тукаев рассказал о продуктивных переговорах с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном на полях саммита ВС в Ереване. Глава государства передал слова приветствия президенту Сингапура Халиме Якоб, в свою очередь Тео Чихин, высказал наилучшие пожелания Касымжмар Тукаеву от имени президента и премьер-министра Сингапура и вручил ему приглашение президента посетить Сингапур с визитом. 14 октября в Баку стартует саммит Тюркского совета. В числе почетных гостей Ельбас Нурсултан Назарбаев. Перед саммитом, по традиции, министры иностранных дел сверили часы, согласовали проекты повестки дня и итоговых документов. Подписано очередное соглашение на уровне правительств. На этот раз между Казахстаном и Азербайджаном о взаимных безвизовых поездках граждан. Кроме этого, Баку проходит международный бизнес-форум предпринимателей тюркоязычных стран. Главная повестка завтрашнего саммита на высшем уровне предполагает развитие малого и среднего бизнеса между странами. И тот факт, что к Совету присоединяется еще одна страна, Узбекистан, говорит о весомом расширении сотрудничества. Вы знаете, Тюркский Совет, основном он работает на экономическом и культурно-гуманитарном направлении. Поэтому мы считаем, что Узбекистан, как сильное экономически быстро развивающееся государство, может успешно влиться в экономическую интеграцию стран Тюркского Совета. И здесь, естественно, большую будет роль играть участие бизнеса. Нурсултан Азербайев уже прибыл в Баку для участия в саммите Совета сотрудничества тюркоязычных стран. В столице Азербайджана первого президента Казахстана встречали со всеми почестями. Ельбаса – почетный гость заседания Тюркского Совета. Проходит оно в седьмой раз и посвящено вопросам развития малого и среднего бизнеса между странами. Завтра ожидается подписание ряда документов, в том числе решение о присвоении Нурсултану Азербайеву статуса почетного председателя Тюркского Совета. Ведь именно по инициативе первого президента Казахстана тюркоязычные государства начали сближение на высшем уровне. В Баку Казахстан и Азербайджан подписали ряд соглашений в сфере миграции. В частности, продлевается срок пребывания граждан в обеих стран. Кроме того, соглашения предусматривают пресечение двойного гражданства и обмен информацией между соответствующими структурами. В рамках Тюркского Совета, который проходит в Баку, Казахстан и Азербайджан подписали протокол к соглашению о безвизовом режиме между двумя странами. Документ подразумевает, что граждане смогут находиться в стране намного дольше, чем было раньше. Протокол вступит в силу после ратификации парламентами двух стран. В старом соглашении было обязательно регистрация в течение пяти суток на территории Республики Казахстан после пересечения границы и на территории Азербайджанской Республики после 15 дней. На сегодняшний день вводится норма, как 30 дней после пересечения государственной границы граждане не будут регистрироваться и только на 30 суток могут зарегистрироваться и находиться до 90 дней. Стороны также подписали соглашение в сфере миграции, которое предусматривает обмен информацией, пресечение двойного гражданства и незаконной миграции. Как сообщил министр Ерлан Тургумбаев, документ позволит регулировать трудовую миграцию. Ожидается, что эти соглашения будут способствовать также развитию торгово-экономических отношений и туризма между двумя странами. Считаю, что эти документы имеют важное значение в регулировании миграционных процессов между нашими странами. Это будет способствовать беспрепятственному передвижению граждан Азербайджана и Казахстана в наших странах и популяризации законной миграции. Кроме того, ускорится процесс обмена информацией между соответствующими органами, что позволит в кратчайшие сроки получать необходимые данные. На встрече с министром внутренних дел Азербайджана Вилоятом и Ивазовым обсуждались также вопросы безопасности, пресечения фактов контрабанды наркотиков и борьба с организованной преступностью. Стороны договорились совместно работать над улучшением криминогенной ситуации в обеих странах. Шафаг Алиева, Айгюн Гасан, Хабар, 24, Азербайджан, Баку. Провел встречу Ельбаса и с главой принимающей страны Сельхамом Алиевым. Нурсултан Азербайев говорил о важности углубления интеграционных процессов в рамках Тюркского совета. Сотрудничество между двумя странами имеет большой потенциал, но он еще сполна не реализован. Сейчас возможностей больше стало. Через Каспий торгуем все же мало, хотя рост хороший за прошлый год 58%, но объем небольшой. Поэтому нашим правительствам надо еще раз поработать, чем торговать, как торговать, что поставлять. Логистика была неважная. Теперь мы можем через вас, через Кавказ, уходить в Турцию или Европу через дорогу Харска-Хархаваки. Ну и паромные переправы стали большие. И мы развили свою инфраструктуру до Китая, до Тихого океана. Так что у нас, не имея никаких политических проблем и никаких других проблем, развивать отношения, торговли, политики, есть все возможности. Ну завтра Тюркский совет. Я его предложил на Хачеване 10 лет назад. И спасибо, что предложили вы мне стать почетным председателем. С удовольствием я принимаю Хамгедаш, потому что хочу продолжать способствовать укреплению отношений наших государств. Велик ваш вклад и в дело укрепления солидарности между тюркоязычными странами, сегодняшний юбилейный саммит Тюркского совета. Мы очень рады, что проходит Баку. И вы стояли у истоков многих инициатив и шагов, направленных на укрепление единства тюркского мира. Еще раз добро пожаловать и спасибо, что приняли наше приглашение и посещаете нас. К другим темам. В Казахстане подорожает хлеб. Об этом заявил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров. Но насколько, пока неизвестно. Одной из причин повышения цены стал низкий урожай зерновых в этом году. Погодные условия, а именно аномальная жара летом, дожди в период уборки, отразились на объемах собранного урожая. На сегодня аграрии намолотили чуть больше 19 миллионов тонн зерна. Это на 2 миллиона тонн меньше по сравнению с прошлым годом. Но в ведомстве заверили, для внутреннего потребления этого вполне достаточно. Более того, 8 миллионов тонн зерновых отправят на экспорт. Насколько подорожает хлеб, обещали сообщить в конце ноября, когда все зерно окажется на элеваторах. На стоимости отразятся также транспортные расходы, стоимость энергоносителей и зарплата сотрудников производства. Повышение будет незначительное. Для того, чтобы не допустить резкого повышения цен на хлеб, мы сейчас занимаемся с проткорпорацией закупом зерна в стабилизационный фонд. Областной акимет сейчас они тоже закупают в стабилизационные фонды зерно и муку. Ежегодно для стабилизации цен на внутреннем рынке, начиная с февраля по июль каждого года, проткорпорации реализуются нашим мелькомбинатом от 150 до 250 тысяч тонн зерна. По итогам заседания правительства, премьер-министр страны Аскар Мамин поручил обеспечить своевременный закуп зерна. Представители проткорпорации мониторят ситуацию на рынке. На сегодня в стаб-фонде уже запасено примерно 70 тысяч тонн зерна. В Казахстане растут цены не только на хлеб и зерно, но и на другие продовольственные товары. Наши корреспонденты пошли на рынок, чтобы узнать, какие именно продукты дорожают и что по этому поводу думают покупатели. Это один из столичных торговых рынков. Для буднего дня народу здесь немного. Потому наша съемочная группа сразу привлекла внимание. Увидев камеру, продавцы, которые, казалось бы, ежедневно реализовывают свой товар, почему-то забыли его стоимость. Как продавец, скажите, цены на мясо подорожали? Не знаю даже. А вы что можете сказать по поводу подорожания цены? Я не знаю. Людям скажите. Вы же каждый день торгуете. Вы же знаете цену. Она же меняется или нет? Растет или такая же? Не знаю. Зато покупатели, напротив, не скупятся на комментарии. Признают, что цена на мясо действительно стремительно взлетела вверх. Цены на мясо подорожали? Конечно, подорожали. Да? На сколько? На 20% более. А как вы думаете, с чем это связано? Это связано тем, что корма дорогие. Поэтому все дорожает. Если в начале года она стоила, допустим, говядина стоила где-то 1100, сейчас 1200-1250. Канина стоила 1900, сейчас стоит 2200-2500. На мясо подорожали цены. На сколько? Ну, было 1500-1500, 1600, сейчас 1902 тысячи. По официальным данным, цены на мясо с 2017 года выросли на 13,5%, а на хлебобулочные изделия и крупы на 12,7%. Одна из причин, по данным Нацбанка, рост мировых цен и объемов экспорта. Открыто говорить о ценах на продукты продавцы так и не решились. Зато без камеры признали, что в среднем на 5-7 тенге подорожал и хлеб. Мука же и вовсе прибавила в цене на 120 тенге. Татьяна Ковалева, Ержан Рахман Бердиев, Хабар 24. В Павлодаре подорожал социальный хлеб. В минувшие выходные буханка сорта Таунан, или так называемого в народе Семереченского, стала самой дорогой на магазинных прилавках. Закупочная цена на формовый хлеб подскочила сразу на 20 тенге. Вслед за ним выросли цены и на другие хлебобулочные изделия. Последний раз при Иртышье хлеб дорожал в конце февраля. Тогда булка хлеба стоила 90 тенге. Позже он немного подешевел, но, как оказалось, ненадолго. На Павлодарском хлебовулочном комбинате сообщили, что причиной резкого подорожания стала дороговизна муки. Мукамолы продают ее по 90 тенге за килограмм. Официальных комментариев по поводу сдерживания роста цен на социально важный продукт местные власти пока не дают. На прошлой неделе, в начале недели, мы закупали хлеб по 85 тенге. Продажная была 90. На этой неделе мы уже закупаем хлеб семеречнинский по 105 тенге. Но, естественно, продаем по 110. Процентов на 10. Хлеб на сыворотке подорожали. Батоны по ХБК подорожали. Также хлеб под колбаску, называется, тоже подорожал. Российский, Бородинский весь хлеб подорожал. Почти на 2 тенге может увеличиться тариф на электроэнергию для жителей Кустанайской области с 1 ноября. Заявка о повышении стоимости киловатт-час сейчас на рассмотрении в Департаменте по регулированию естественных монополий. Сегодня энергоцентр обслуживает более 200 тысяч физических лиц в 516 населенных пунктах. По словам руководителей снабжающего предприятия, на рост цены влияют несколько факторов. В их числе низкая зарплата сотрудников и снабженческая надбавка. Уровень снабженческой надбавки в тарифе не пересматривается более трех лет, в то время как затраты компании с 2016 года неуклонно растут. Учитывая ежегодное изменение уровня инфляции, роста цен на товары и услуг, в проекте тарифа с 1 ноября 2019 года снабженческая надбавка заявлена в размере 900,973 тенге в расчете на 1 кВт-час. То есть рост составляет 0,277 тенге. Департамент отстаивает моменты по сдерживанию тарифов. Всем известно, что электроэнергия, она включается в структуру тарифа по каждой регулируемой услуге. У нас 90 предприятий, организации жизнеобеспечения, 169 регулируемых услуг. Естественно, повышение цены на электроэнергию скажется на соответствующую цену на тарифы других предприятий. Подозреваемый в наезде на ребенка в Южной Корее казахстанец добровольно сдался полиции сразу после прибытия в аэропорт Инчон. 20-летнего казахстанца полиция увезла в город Чанвон, где произошло ДТП. Наш корреспондент в Корее Владислав Цой, который следил за ходом расследования этого дела, расскажет обо всем подробнее. Сегодня с 7 утра в аэропорту Инчон было много журналистов. Их оповестили о том, что казахстанец, которого подозревает в наезде детнего мальчика в городе Чанвон, сдался полиции. В 7 часов 50 минут самолет из Алматы с подозреваемым на борту приземлился на южнокорейской земле. Полицейские распространили видео, на котором видно, что еще на борту воздушного судна на подозреваемого надели наручники. Когда казахстанец Эс вышел в зал ожидания аэропорта, ему начали задавать вопросы на корейском языке. Он отвечал на русском и казахском. Переводчика рядом не было. У журналистов ушло время на то, чтобы понять, о чем он говорит. Я добровольно приехал сюда из Казахстана для того, чтобы попросить прощения у родителей ребенка. Я также готов участвовать в следственных действиях. Известно также, что представители южнокорейского бюро Интерпола выезжали в Алматы, чтобы доставить казахстанца в Корею. Сотрудники посольства Казахстана в Сеуле также принимали активное участие в переговорах по этому делу. Многосторонние усилия полиции, Министерство юстиции и Министерство иностранных дел убедили подозреваемого сдаться. В конце концов, он добровольно прибыл в Южную Корею. Данный гражданин сейчас находится в следственном изоляторе города Чанвон, где произошло само ДТП месяц назад. За это время мы провели переговоры с корейской стороной, с правоохранительными органами Казахстана и достигли того, что этот человек добровольно сам прилетел в город Сеул и сдался местным правоохранительным властям. Передача его к корейской стороне проходила под контролем наших дипломатов. В отдельной беседе с ним были разъяснены его права. Как гражданин Республики Казахстан, он находится под защитой наших дипломатов. В любом случае, это дело будет на особом контроле нашего посольства. Расследование этого дела будет происходить в Чанвоне, где произошло ДТП. Наша съемочная группа была на месте происшествия в минувшую пятницу. По словам очевидцев, семилетний мальчик переходил дорогу в неположенном месте. Но они также говорят, что скорость автомобиля в момент наезда была высокой. Все эти детали предстоит подтвердить или опровергнуть следователям. Теперь им в этом поможет и подозреваемый. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар-24, Южная Корея. Все 12 лидеров каталонского сепаратистского движения признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок в 13 лет получил экс-замглавы правительства автономной области Орел Жункерас. Остальные чиновники до 11 лет лишения свободы. Всем проходившим по делу запрещено занимать госдолжности. Напомню, в 2017 году в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства. Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. Позже парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти Испании ограничили самоуправление региона. После этого часть каталонских политиков была задержана. Другие, в том числе экс-лидер автономии Карлес Пунчедумон, бежали из Испании. На Филиппинах правительство начало массовую иммунизацию детей против вируса полиомиелита. К вакцинации в стране приступили после нескольких случаев заболевания. В очередь за прививкой выстроились жители пригородных районов Филиппин. Напомню, за последние несколько недель в стране было зафиксировано два случая заболеваемости. Среди инфицированных оказались дети, не получавшие ранее вакцин против полиомиелита. К слову, одним из факторов распространения этого заболевания работники сферы здравоохранения Филиппин считают недостаточный охват иммунизации населения, а также отказ родителей от получения прививки по разным причинам. Отмечу, полиомиелит – вирус, вызывающий поражение нервной системы. Он может стать причиной паралича уже через несколько часов после заражения. Наиболее уязвимы перед заболеванием дети до 5 лет. Получение прививки для моего ребенка очень важно. Для него это значит быть защищенным от вируса и быть спокойным нам, родителям, что в будущем он не заболеет. Впоследствии полиомиелита весьма серьезный. Он может парализовать или даже убить. Именно поэтому мы объясняем родителям важность получения этой вакцины. Казахстанские студенты будут учить друг друга без преподавателей. Это возможно в новой школе программирования, созданной на базе Назарбаев университета, где планируется использовать современную международную методику обучения. С деятельностью школы ознакомились депутаты Сената парламента во главе с Доригой Назарбаевой. Учащиеся представили сенаторам свои инновационные разработки, которые успешно используются в медицине, экологии, науке, образовании и в сфере безопасности. Студенты также презентовали депутатам свои стартап-проекты, в их числе онлайн-консультация психолога, частный медицинский центр, онлайн-сервис по ремонту квартир, обучающие материалы для детей по предупреждению чрезвычайных ситуаций. В ходе встречи Дорига Назарбаева обсудила проблемы, с которыми сталкиваются молодые предприниматели. Зарплату преподавателям вузов поднимут в Казахстане. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов. Увеличить зарплату планируется от 30% до 50%. Как отметил глава ведомства, на сегодня преподаватели некоторых университетов получают по 60-70 тысяч тенге. Первыми прибавку получат в Яну, Каспийском и Тарасском педагогическом университетах. Остальные вузы должны исполнить поручения министра до 10 января следующего года. Отмечу, на эти цели не придется выделять дополнительные средства из госказны. В вузах проведен анализ бюджета и выяснилось, что в резервах есть деньги. Их и направят на повышение оплаты труда. На фоне сложившейся ситуации, когда преподаватели ряда наших университетов получают заработную плату в размере 60-70 тысяч тенге, требовать повышение качества абсолютно нереально. Яну имени Гумилева, Каспийские, Тарасские педагогические университеты стали пионерами в этом деле. Остальные вузы также должны неукоснительно исполнить мое поручение в обозначенные сроки. Не только преподаватели ожидают повышения зарплат, но и работников в культурной сфере. Эксперты профильного ведомства утверждают, что в прошлом году средняя зарплата в Казахстане составляла почти 160 тысяч тенге. Но реальный доход был значительно ниже. Потому сегодня многие артисты работают только из любви к творчеству. На что живут актеры в Казахстане и хватает ли им на жизнь? Об этом подробно в нашем сюжете. Многие из нас в детстве мечтали быть популярными актерами и артистами. Выступать на сцене, играть главные роли, слышать аплодисменты в свой адрес. На первый взгляд это не только интересная, но и высокооплачиваемая профессия. Но далеко не всегда талантливые люди добиваются на своем поприще всемирной славы и баснословных гонораров. Чаще всего актеры со стажем в Казахстане стесняются говорить о том, сколько зарабатывают. Вот и Йенрик Аймгазе на меркантильные вопросы только смущенно улыбается и отводит глаза. Наша заработная плата намного меньше, чем 100 тысяч. Но у нас еще есть дополнительные работы. То есть мы работаем не только в театре, мы снимаемся в кино. Также я учусь на магистратуре, то есть у меня стипендии 54 тысячи. Поэтому если посмотреть так, то это не так страшно. Но если те актеры, которые живут только на одну зарплату театра, то они сводят концы с концами. Очень трудно. Культоработники трудятся на износ, порой без выходных. Как и во многих других семьях, если есть собственное жилье, жить и творить можно. А вот те, кто приехал из региона, в буквальном смысле сводят концы с концами, признается девушка. У актеров театра «Намат» даже нет подходящего места для репетиции. Импровизированную сцену труп организовала прямо в паркинге. В принципе, нас все устраивает. Однако есть одно «но». Мне кажется, везде это так. Идеального ничего не бывает. Поэтому хотелось бы, чтобы нам дали репетиционный зал. Потому что мы репетируем в паркинге. Там холодно, можно простудиться, заболеть. Уже даже были случаи, когда актрисы заболели. Поэтому хотелось бы, чтобы мы хотя бы дали отопление или, я не знаю, как-то оборудовали так, чтобы нам было удобнее работать. После поручения президента культработникам объявили, что заработную плату все-таки поднимут. Причем уже в следующем году и на 40%. Возможно, после этого желающих посвятить себя этой профессии станет больше. А качество культурного контента будет выше. К другим темам. Кипятком затопило улицы Алматы. В очередной раз старые коммунальные сети не выдержали напоры. И горячая вода прорвалась сквозь асфальт. Серьезно пострадали авто и их владельцы, оказавшиеся в горячем плену. Некоторые получили термические ожоги. Но от госпитализации отказались. Более 130 многоквартирных домов остались без воды. Максим Маленков, как и десятки алматинцев, ехал из нижней части города в центр. Застряв в автомобильной пробке, не сразу осознал, что попал в огромную лужу с кипятком. В суматохе автомобилист не заметил, как движущийся навстречу грузовик буквально нырнул в воду. Поднял волну, которая накрыла капот. И машина Максима заглохла. Водитель понял, медлить нельзя, необходимо спасать положение. Тем временем уровень воды продолжал подниматься. Вышел из машины через окно, чтобы через пороги не затекла волнами вода. Ошпарил ноги, сразу же залез обратно. После чего ждал, пока меня вытащат просто. То есть вода начала прибывать, я уже залез на крышу, машину волнами стащила. Машина сама не нагрелась, но кипяток невозможно. То есть я хотел снять клемму с аккумулятора, уже вода в машину наполнилась, за ручкой для капота потянулся, руку тоже ошпарил. В таком безвыходном положении Максим и еще несколько пленников коммунальной аварии провели больше часа, пока не подоспели водители грузовиков. Они помогли выбраться из кипятка. Врачи не отложки на месте осмотрели пострадавших, зафиксировали ожоги у двоих. Но они от госпитализации отказались. Коммунальщики тоже прибыли, правда, с опозданием, перекрыли воду и приступили к устранению последствий. Здесь необходимо отметить, что это не отопление, а горячее водоснабжение. В район отключения сейчас попали, это отключение горячей воды, 30 МЖД, многоэтажных жилых домов, 95 частных домов, одна больница и свыше 100 объектов, социальных объектов. Это разные объекты бизнеса и другие объекты. Сейчас жильцов и владельцев бизнеса волнуют, когда устранят аварию и вновь подключат им горячую воду. Автомобилисты же обеспокоены тем, на какие средства будут восстанавливать своих железных коней. В этом вопросе коммунальщики обещают помочь. Как впрочем, из подачи горячей воды в дома постараются не затягивать. По алматинских тепловых сетей, на которых находятся данные сети на балансе, у них предусмотрены страховые выплаты. После нанесенного ущерба страховая компания полностью возместит ущерб данным владельцам. Напомним, что это уже вторая коммунальная авария, связанная с прорывом изношенных сетей водоснабжения. В апреле этого года фонтан Кипятка также временно парализовал движение в другой части мегаполиса и нанес ущерб алматинцам и малому бизнесу. Сейчас, по словам коммунальных служб, устаревших и изношенных сетей по городу более 60%. Владимир Бовки, Скинжи Амраев, Алматы, Хабар, 24. На этом закончим. Оставайтесь с нами. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин